МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2018 году сразу несколько регионов свяжет высокоскоростная магистраль. Проект грандиозный. Железную дорогу придется прокладывать через леса, населенные пункты и даже реки. Как построить новую трассу, специалисты обсуждали накануне на техническом совете. Сегодня начались общественные слушания. Чтобы притворить в жизнь самые смелые планы, необходимо решить немало вопросов. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Планы пока расписаны только на бумаге, но уже в следующем году начнется грандиозная стройка. Протяженность новой магистрали от Москвы до Екатеринбурга составит более полутора тысяч километров. Но преодолеть это расстояние будет возможно за 8 часов. Авторы проекта ориентируются только на зарубежный опыт. Сейчас в мире проложено более 17 тысяч километров высокоскоростных трасс. По магистралям в регионы должны примчаться и крупные инвестиционные проекты. Но это не единственные плюсы. Снижение себестоимости перевозок и повышение их качества за счет разделения линий пассажирского и грузового движения. Это обеспечит рост пропускных способностей в высокозагруженных направлениях. Как известно на сегодняшний день, что одна пара пассажирских поездов ведет к съему трех пар грузовых поездов. Это огромные суммы инвестиций именно в Ядренский район, потому что несколько мостов будет. Огромный мост через Суру, потом река Выла и так далее. Направление Москва и Екатеринбург перспективное, отмечают эксперты. Пассажиры поток превышает 15 миллионов человек в год. Проекту уже дан зеленый свет. У его разработчиков все карты на руках. Магистраль должна пройти по территории четырех муниципалитетов. На пути скоростных поездов возведут новый мост через Волгу. Его расстояние составит 5 километров. Красная линия на этой карте уже утвержденную маршрут для высокоскоростной магистрали. Этот проект выбрали из 50 возможных вариантов. В этом случае железная дорога будет проходить южнее столицы республики. Но в отличие от зеленой ветки, она не затронет особо охраняемую природную территорию. И первый, и второй вариант пока не утверждены окончательно. Проектировщики принимают предложение. Останавливаться Сапсаны будут не в Чебоксарах, а в Кугесях. Это самый оптимальный и экономичный вариант. Столицы других регионов от своих станций отдалены, и к ним необходимо прокладывать автодороги. Проблемы возникнут на стадии строительства. Работы могут навредить окружающей среде. Вредные выбросы воздуха, водоемы, угроза популяции животных. Чтобы свести негативные последствия на нет, проводятся расчеты. Мы учитывали, что довольно сложные условия рельефа и склонность, так сказать, к развитию вражной сети. Она живая здесь. И, соответственно, разные типы почв по-разному реагируют на воздействие. Правда, в отличие от соседнего Татарстана, Чувашская магистраль не встретит на своем пути заповедников и ценных месторождений. Оберегать людей от шума будут специальные панели. Подобные звукоизоляционные блоки неподалеку от скоростных трасс устанавливают и за рубежом. Но новая дорога для Сапсанов может попасть и в границы жилых зон. Хозяевам сносимых построек обещают выплате и компенсации. Этот вопрос уже продуман. Когда мы приступим к разработке проектной документации или изыскании на первой стадии, мы параллельно будем разрабатывать проект планировки территории и проект межевания. И вот на этой стадии с каждым владельцем уже начнутся разговоры, встречи, если он попадает как раз в полосу отвода. Установлены жесткие сроки. Магистраль должна быть возведена до Чемпионата мира по футболу. Общественные слушания не последние. Их планируют провести и в других муниципалитетах. Мы работу в рамках обоснования инвестиций продолжаем. Эти слушания являются предварительными. К тому же вопросу по оценке воздействия окружающей среды, мы вернемся на стадии разработки проектной документации. Предложения учитываются и берутся на карандаш. Возможно, что будущий проект, в отличие от нынешних планов, претерпит изменения. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Еще только середина лета. Школьные страсти уже разгораются. Педагоги и родители учеников лицея имени Лебедева вышли на пикет перед Домом правительства. Они хотят, чтобы восстановили прежние здания. Другие жалуются, что на новом месте до сих пор не начались работы. Но в одном митингующие едины хотят, чтобы лицей Лебедева заработал по прежней программе. Татьяна Трофимова с подробностями. Судьба нашего здания, которая школа сама, общежитие, насчет судьбы тоже ничего не известно. Будут или продавать, или открывать школу. Мы хотим, чтобы открыли наш лицей. Скандал вокруг лицея имени Лебедева в Чебоксарах возник еще год назад. В августе 2012-го, прямо перед началом нового учебного года, педагогам, родителям и ученикам сообщили, что учебное заведение приостанавливает свою работу на неопределенный срок. В лицее практически полвека не было капитального ремонта. И детям находиться в зданиях небезопасно. Тогда учеников распределили по школам, педагогам предложили работу в других учебных заведениях. Кого-то сократили. Здесь учились в основном ребята из районов республики. После закрытия учебного заведения, большинство из них продолжают получать знания в лицеях и гимназиях города по прежнему профилю. Физико-математические классы усилены изучением химии и биологии. Но возмущения родителей и учителей не прекращаются. Все дело готовится к тому, чтобы наш лицей распродался аукционно. Земля у нас там очень хорошая, около 4 гектаров. Там по всей ряды кто-то построит какой-то офис или какой-нибудь развлекательный центр. Мы, разумеется, против распродажи нашего лицея. Мы хотим, чтобы дети Чувашьей республики учились в нашем лицеинтернате. В начале мая этого года правительством республики было принято решение построить новую национальную школу-интернат имени Лебедева для одаренных детей. От идеи восстановления старого здания лицея отказались из-за затратности. Здание сооружения старое, требует капитального ремонта. И сейчас, на сегодняшний день, дать такой ответ, какая финансовая затрата должна быть, это будет неправильно. Нужно будет хорошее тщательное обследование, в каком процентном износе находится данное образовательное учреждение. Что нужно делать? Определено место для подстроительства нового образовательного учреждения для одаренных детей нашей республики. Именно в направлении, истоками которых в 63-м году и было обозначено данное образовательное учреждение. Направление искусства, культуры. Вот примерно на этом месте, на территории музыкального училища имени Федора Павлова, построят новую школу-интернат имени Лебедева для одаренных детей. Но в этом году будет разработана только проектно-сметная документация. На это из бюджета выделено 3 миллиона рублей. Достроить новую школу для одаренных детей имени Лебедева планируют к 2016 году. Но профиль у нее уже будет другой. По данным Министерства культуры, хотят возродить традиции музыкального воспитания. И лице имени Лебедева будет готовить юные дарования в области музыки, культуры и хореографии. Татьяна Трофимова, Алексей Иванов, Андрей Шоклев, Республика. Судьбу улицы имени Лебедева сегодня обсуждали и депутаты Госсовета Республики. Вопрос о будущем лице они адресовали представителям власти. По мнению министра финансов Чуваши Михаила Ноздрякова, было принято оптимальное решение. Сегодня у народных избранников началась последняя в этом парламентском сезоне сессия. Она стала рекордной по числу вопросов в повестке дня. Депутатам предстоит принять 30 законов и 6 постановлений. О некоторых из них моя коллега Ольга Григорьева. Сегодня в Госсовете время собирать камни. Депутаты оценили свою законотворческую работу и вклад в экономику Республики в виде инвестпроектов. Некоторые из них осуществляли непосредственно народные избранники. Вспомнили успехи социальной сферы, строительства детсадов и спортивных объектов. Нарезали задачи на будущее себе и представителям власти. Стадионы, фоки, ледовые катки не должны пустовать. Открытие новых современных объектов сельскохозяйственного назначения способствует привлечению рабочих кадров на село. Работа в этих направлениях должна быть еще более результативной. После выступления спикера Госсовета депутата приступили к привычной работе законотворчества. В повестке дня изменения в 72-ю и 74-ю статьи Чувашской Конституции. Предлагается расширить полномочия главы региона, его право назначать и освобождать от должности уполномоченного по правам предпринимателей. Еще одно дополнение запрещает высшим должностным лицам иметь счета за рубежом, хранить деньги и ценности в иностранных банках. Все за. Но депутаты все-таки захотели порассуждать на эту тему. Сегодня в депутатском корпусе на освобожденной основе и в Совете Федерации, и в Госдуме, и у нас с вами, и чиновники, тем людям, которые будет запрещаться бизнес, может быть не свой, а через семьи, близких людей, они будут сегодня вынуждены выдавливаться с этих структур. Рано или поздно, пускай не сейчас, не сегодня, а лет через пять, у нас появится чиновнищая среда, которая практически будет от практики владения за рубежом, работы за рубежом, отдалена. Аналогичная ситуация будет с депутатским корпусом. Это вторая сторона медали, которую тоже надо задуматься и иметь в виду. Возможно, а я думаю, лет через пять мы пройдем к обратному решению этого вопроса. Все депутаты выступили за поправки и перешли к обсуждению бюджета, поэтому вопросу единодушия уже не случилось. Бюджет увеличивается на 4 с лишним миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и фонда содействия реформированию ЖКХ, в связи с чем нужно вносить изменения в соответствующий закон. На что в первую очередь потратить средства вокруг этого решения, ломается немало копий и всегда идут острые дискуссии. Согласно документу, значительные средства предусмотрены для АПК. В том числе на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 649,6 миллионов рублей. Оказание несвязанной поддержки в области растеневодства 144,3 миллиона рублей. Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мясо, птицы и яиц в связи с удорожением приобретения кормов 100,7 миллионов рублей. Компенсацию части затрат по страхованию урожая сельхозкультур 60 миллионов рублей и ряд других направлений. Деньги выделяются, но их не хватает, комментирует депутат Никифоров. Хозяйство на грани выживания, постоянные головные боли, то по поводу засухи, страшнее которой ВТО, то из-за боязни утонуть в кредитах. Депутат от партии власти, конечно, за бюджет, но и за более существенную финансовую подушку. Пока же наряду с АПК деньги прописаны под жилищное строительство, капремонт многоквартирных домов и переселение из аварийного жилья, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, здравоохранение. Бюджет сохраняет социальную направленность. Депутаты интересовались дальнейшей судьбой нового города, за чей счет будут тянуть коммуникации. Спрашивали о транспортной развязке в районе Лапсар, есть ли на это деньги. 20 средств на проектирование продолжения этой развязки в бюджете не заложены. Проекты в сегодняшний день еще не доработаны, полного проекта нет. И одновременно через федеральные средства, через федеральное дорожное агентство ведется проектирование обхода города Чебоксара с южной стороны. И, соответственно, проектные решения будут увязываться именно с этим обходом. После длительного обсуждения поправки в бюджет приняты большинством голосов. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика. 10 долларов или 300 рублей, не меньше. Столько должна стоить бутылка водки или другого крепкого алкоголя в нашей стране, по мнению главного санитарного врача Геннадия Онищенко. Избавить страну от алкогольной зависимости власти пытаются давно, но пока не слишком успешно. По мнению главы Роспотребнадзора, повышение цены на 40 градусной сделает ее менее доступной для населения и, вероятно, принесет свои плоды в борьбе за здоровье нации. Также помочь в искоренении вредной привычки может снижение временной и географической доступности алкоголя, считает Онищенко. Однако подобные меры в отношении такого популярного продукта могут стать весьма непопулярными в народе. Так, опрос на сайте российского информационного агентства «Новости» показывает, платить за водку больше 300 рублей готовы чуть более 7% опрошенных. Правда, необходимо отметить, что около 40% ответили, что водку они не пьют и ее цена их не беспокоит. Добро пожаловать! Такие транспаранты вывешены перед входом практически всех чебоксарских вузов. Университеты в летнюю пору становятся для выпускников местом отправления в самостоятельную жизнь. Какие профессии популярны среди абитуриентов 2013 года, выясняла наша съемочная группа. В чебоксарских вузах напряженная пора. Многие абитуриенты, определившиеся с выбором будущей профессии, подают документы в высшие учебные заведения. И уже сегодня представители приемной комиссии сравнивают статистику подачи документов с прошлым годом. Как выяснилось, существенных изменений не произошло. Чаще всего на сегодняшний день подают заявления на факультет дошкольной коррекционной педагогики, на специально начальные классы информатика, на иностранный язык первый, иностранный язык второй и факультет управления. По словам Алины Ефимовой, повышенный интерес к педагогическим профессиям связан с тем, что в школах и детских садах есть вакансии, а также с ростом заработной платы. В коммерческих вузах популярны другие специальности. В настоящее время наиболее популярными традиционно, наверное, для нашего вуза являются направления гуманитарного профиля, прежде всего юриспруденция, финансы и кредит, налоги и налогообложения, мировая экономика. Представители вузов отмечают, что растет число тех, кто хочет получить второе образование. По мнению ректора, второе и высшее в основном получают те, кто занимается своим бизнесом и ощущают недостаток юридических и экономических знаний. Молодых абитуентов в выборе профессии привлекает другое. Я собираюсь поступать на учителя физкультуры. Думал об этом, когда еще в школе учился, нравилось самому. Хочу поступить на специальность юриспруденция. Это престижно, я считаю так. 25 июля закончится основной этап подачи документов в вузы. А ближе к осени можно будет узнать, какие специальности все уже популярны. Екатерина Харитонова, Николай Яковлев, Республика. Есть ли жизнь после диплома? Таким вопросом не придется задаваться тем, кто правильно выберет специальность. Что ж, сейчас самое время. Вступительная кампания в разгаре. Куда поступать, чтобы потом не сожалеть о бесцельно прожитых годах? Выясняла Ольга Пырочкина. Люди разные важны, люди разные нужны. Экономисты, юристы, технологи, переводчики, физики и энергетики. Профессий в мире много, однако всем этим специалистам не обойтись без компьютера. Таким образом, практически любому современному предприятию нужен так называемый IT-специалист. То есть тот, кто будет обслуживать киберпространство, защищать компьютерные сети от вирусных атак и хакерских взломов, разрабатывать системы защиты информации, создавать базы данных. Стать специалистом информационных технологий можно на факультете информатики и вычислительной техники Чувашского государственного университета. Те, кто этим шансом уже воспользовался, явно не жалеют. Закончил в 2007 году нашу кафедру с красным дипломом, поэтому проблем с трудоустройством не было. Ну и выбрал из себя лидирующую компанию по автоматизации финансовой отрасли Российской Федерации. Говоря о доходах в нашей компании, то специалисты на первых порах уже получают зарплату. А я так в полтора, а то и в два раза выше средней по экономике в Чувашской республике. Я думаю, без опыта работаю, повторюсь. Я думаю, за дело для начинающего специалиста очень хорошее. Возможность опробовать будущую профессию на практике студенты получают практически сразу после поступления. Была замечательная компания «Телека Раша». Она в нашем городе открыла подразделение, сделала какие-то вещи для кафедры, лабораторию нам. Ну и, соответственно, принимала студентов. Я прошел там производственную практику. Я считаю, что мне повезло, что еще будучи студентом, я попал в большую международную компанию. Подобным опытом могут похвастаться многие студенты и выпускники. В условиях дефицита профессиональных кадров работодатели буквально охотятся за светлыми головами. К тому же многие руководители компаний и сами являются выпускниками факультета и знают, где подбирать кадры. Наша компания занимается разработкой очень крупных проектов в части информатизации, прежде всего, органов государственной власти. Поэтому нам нужны именно такие специалисты высшей квалификации, которых мы можем получить на факультете ИВТ. У них, соответственно, очень высокая зарплата, очень высокие возможности, перспективы для роста. И, соответственно, других вариантов поиска специалистов Чувашии у нас нет. У программистов есть большой выбор, куда же ему пойти. Соответственно, необходимо предлагать как условия по оплате труда, по условиям работы и привлекать их, самое главное, интересной работой. Итак, при наличии должной квалификации IT-специалисты пользуются огромным спросом на рынке труда. Причем не только в масштабах региона, но и целой страны. А чтобы получить эту самую должную квалификацию, за пределы республики выезжать совсем не обязательно. Ну, у нас на факультете готовим мы по двум направлениям. Это направление информатики, вычисленная техника, профиль, так называемый, но это по-другому специализация. Это программное испечение, я короткое название говорю, и называемые сетевики. Второе новое направление – это информационная безопасность. Там есть специальность информационной безопасности автоматизированных систем и бакалаврия, ответственно. Называется информационно-аналитическая система и финансового мониторинга. Подать документы на специальность IT еще можно, но стоит поторопиться. Прием заявлений закончится 25 июля. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня пожарные спасали погорельцев с четвертого этажа. Третий год подряд МЧС Чуваши проводит учения в многоэтажном доме. Условия приближены к реальным. Не хватает разве что самого главного и неприятного – огня и едкого дыма. Татьяна Филатова наблюдала за учениями огнеборцев. Лучшие пожарные республики в очередной раз проверяют свою боевую готовность в максимально приближенном к реальности условиям. Четыре команды по 10 человек строятся и получают задание – спасти людей из горящего здания и устранить очаг возгорания. Сегодня у нас проводятся соревнования между дежурными королами Чебоксарского и на Чебоксарском гарнизонах по тушению пожаров и спасению людей из высотных зданий. Личность там будет действовать быстро, как на реальных пожарах, потому что соревнования проводятся для выявления лучших. Пожарные спешат на помощь попавшего в беду жильца многоэтажного дома. Быстро раскатывают рукава, забираются в окутанный дымом подъезд и поднимаются на четвертый этаж. Именно здесь, по замыслу, находится очаг возгорания. Спасатели проводят разведку, выносят из задымленного помещения пострадавшего и начинают борьбу с огнем. На все эти действия пожарным отводятся считанные минуты. Пожарная часть Ленинского района показала лучший результат. В августе огнеборцам предстоит испытать свои силы на региональных соревнованиях в Оренбурге. Остальные части проиграли с небольшим отрывом. Надо было набрать команду, 8 человек. Отобрали самых сильнейших, лучших, кто способен бегать и выполнять задания. Сложности есть, но мы их, так сказать, исправили сразу по ходу и выполнили то, что должны были сделать. С начала года в республике произошло 602 пожара. В огне погибли 49 человек, а спасены 226. В таких учениях нарабатывается опыт, чтобы в реальности действия были отлажены до автоматизма, а спасенных было больше. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Судебные приставы выселили женщину из комнаты, которая ей не принадлежала. Такие исполнительные действия встречаются в практике судебных приставов-исполнителей достаточно часто. Выселить гражданина из жилого помещения можно как с предоставлением другого жилого помещения, так и без предоставления вообще. Женщина, являясь сотрудником одного из вузов Чувашии, получила две комнаты в общежитии. После увольнения она должна была освободить одну комнату, но не сделала этого, несмотря на решение Московского райсуда. После истечения срока добровольного выполнения постановления, пристав-исполнитель в присутствии понятых, участкового и представителя учебного заведения с помощью слесаря вскрыл дверь в комнате. Сотрудники управления судебных приставов собрали и вынесли вещи бывших жильцов. Таким образом, к концу дня комната была полностью освобождена. На двери сменен замок, о чем составлен соответствующий акт. Вывезенные вещи будут находиться на ответственном хранении в уполномоченной организации. Если в течение двух месяцев хозяйка не объявится, то ее имущество оценят и отдадут на реализацию. Главный вопрос всех желающих похудеть, как сжечь жир, нашли ответ в Чебоксарском центре здоровья кожи. Причем это выражение приобрело буквальный смысл. Уникальную для столицы технику огненного массажа специалисты центра переняли у китайских наставников. Убедиться в безопасности процедуры и полюбоваться зрелищем выехала наша съемочная группа. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я с вами прощаюсь. До завтра. Огненный массаж – это не шоу или аттракцион для экстремалов. Это лечебная процедура, позволяющая избавиться от лишних сантиметров и плохого настроения. Древняя методика императорского массажа огненное плетение пришла из Китая. Следующий этап – сам ритуал огненного плетения. Для этого мы накрываем волосы в целях безопасности и смачиваем полотенце в настой лечебных трав. Массаж проводится в целях коррекции фигуры, поэтому будет акцент на зону капли. Ну а сейчас сам поджог. После эффективного прогрева тела открываются поры кожи, настой трав проникает глубоко, мобилизируя силы организма, и вот теперь начинается корректирующий массаж. Иван Рогуленко – специалист по массажу с 22-летним стажем. Каждые полгода он обучается у ведущих специалистов мира по различным техникам массажа – кавайского, японского, испанского. Огненный массаж он привез с международного фестиваля по спа-массажу, который недавно прошел в Болгарии. При коррекции фигуры с помощью китайского массажа важна зона не только спины, но и живота. Под действием тепла расширяются сосуды, улучшается циркуляция крови и лимфы, активизируется обмен веществ, выводятся шлаки из организма. К тому же, как утверждают пациенты центра, эта процедура совершенно безболезненна. Ой, конечно, очень такая впечатлительная процедура. Немножечко было страшно, когда поджигали спину, но ощущения самые приятные. Методика огненного массажа включает в себя 5-6 сеансов через день, затем пауза на две недели, после чего необходимо приходить раз в неделю. Наш центр занимается здоровьем здоровых людей. К нам приходят за красотой, за отдыхом и за хорошим внешним видом. И поэтому этот массаж я направил на коррекцию фигуры. То есть огонь, кроме того, что проминает и хорошо разогревает мышцы, он сжигает непосредственно жир, подкожную клетчатку. И определенно, если устанавливать область поджога, то можно довольно-таки быстро увидеть результаты. То есть это примерно 5-6 процедур уже будет видимый эффект. Огненный массаж, как утверждают специалисты центра, заменяет мезотерапию и озонотерапию. Добиться желаемого результата можно без изнуряющих диет и тренировок. Испытать на себе экзотическую процедуру сжигания жира можно в Центре здоровья кожи в удобное для вас время. Редактор субтитров А.Семкин